Приветствую гостей и подписчиков моего канала. В сегодняшнем мастер-классе я хочу показать вам, как связать такой свитер крючком. Его вязать в общем не сложно, я буду делиться с вами схемой и постараюсь подробно объяснить весь процесс вязания. Я буду вязать на размер S или XS, это 40-42 размер. Если вам нравится идея этого видео и вообще мастер-класса, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал, мне будет очень приятно. В вязании я буду использовать пряжу Alize Angora Gold, это пряжа из ангоры, очень теплая и тоненькая, в 100 граммах 550 метров. И крючок номер 4. В одном рапорте у нас 10 воздушных петель, поэтому набираем любое количество петель, кратное 10. На свой размер 80 см я набрала 110 столбиков с одним накидом наборным краем. Советую вам набирать наборным краем, чтобы первый ряд он растягивался. Есть отдельный мастер-класс, как это делается, можете найти ссылку в описании под видео. Дальше я соединяю начало и конец ряда. Здесь мы делали воздушные петли. Я ввожу крючок в третью воздушную петлю. Вытягиваю нить и провязываю через первую петельку. Основной узор свитера я буду вязать по этой схеме. Схема эта нетрудная. Единственное, что я хочу сказать, что во втором ряду вы видите этот столбик. Это рельефный лицевой столбик, если столбик повернут в правую сторону. В следующем ряду столбик повернут в левую сторону. Это рельефный изнаночный столбик. Делаем 3 воздушные петли на подъем. В следующую петельку столбик с одним накидом. И в следующие 2 петли еще по одному столбику с накидом. Через одну петлю делаем рельефный лицевой столбик. Пропускаем. И захватываем столбик. Вытягиваем нить. И провязываем столбик с накидом. Одна воздушная петелька. В следующую петельку точно такой же столбик. Рельефный лицевой столбик. Захватываем столбик. И провязываем обычный столбик с накидом. Дальше вяжем 7 столбиков с одним накидом. Начиная со следующей петельки. Продолжение следует... Дальше пропускаем следующую петлю и в эту петельку столбик рельефный лицевой. Одна воздушная петелька и в следующий столбик точно такой же столбик. Дальше делаем 7 столбиков, как вот здесь, и продолжаем так вязать до конца ряда. Довязали до конца ряда, здесь мы делали 2 рельефных столбика, после этого 3 столбика с накидом. И соединяем с петлями. В третью петельку вводим крючок и делаем соединительную петельку. 3 воздушные петли на подъем. Поворачиваем вязание. 2 столбика с одним накидом. Пропускаем этот столбик и здесь у нас 2 рельефных столбика прошлого ряда. Первый столбик я делаю изнаночный рельефный столбик. Ввожу, делаю накид, ввожу крючок с изнаночной стороны и ввожу на изнаночную. Вытягиваю нить и провязываю обычный столбик. В эту арку делаю столбик с накидом, одну воздушную петельку и еще один столбик. Дальше у нас снова рельефный столбик. Делаем точно такой же рельефный изнаночный столбик с накидом. 6 столбиков с одним накидом. Пропускаю этот столбик. И вот у нас рельефный столбик. Я делаю рельефный изнаночный столбик с одним накидом. В эту арку столбик с накидом, одну воздушную петлю и еще один столбик. И снова рельефный изнаночный столбик. Дальше делаем 6 столбиков с одним накидом. Довязали до конца ряда и соединяем с воздушными петлями. 3 петельки на подъем. Поворачиваем вязание. И делаем 2 столбика с накидом. Пропускаем этот столбик. Дальше у нас идет рельефный столбик прошлого ряда. Сюда мы вяжем рельефный лицевой столбик. В эту арку мы делаем 2 столбика с одним накидом. Одна петелька и еще 2 столбика туда же. Дальше мы делаем рельефный лицевой столбик. И 5 столбиков с одним накидом. У нас остается 1 столбик. Дальше мы делаем рельефный лицевой столбик. В эту арку 2 столбика с накидом, 1 воздушную петлю и 2 столбика. И рельефный лицевой столбик. 5 столбиков с одним накидом. Соединяю с началом ряда. 3 воздушные петли. Поворачиваю вязание. Делаем 1 столбик с накидом. Дальше рельефный изнаночный столбик. В арку 2 столбика с одним накидом. 2 петли. И 2 столбика туда же. Изнаночный рельефный столбик. И 4 столбика с накидом. 1 столбик с накидом. В эту арку, как в прошлом ряду, 2 столбика, 1 петельку и 2 столбика. В конце ряда соединяем. 3 воздушные петли. Поворачиваем вязание. Делаем 1 столбик с накидом. Лицевой рельефный столбик. В эту арку делаем 3 столбика с одним накидом. 1 петелька и еще 3 столбика. 1 петелька и еще 3 столбика. И 3 столбика с одним накидом. Остается 1 непровязанный столбик. Дальше делаем лицевой рельефный столбик. И повторяем как вот здесь. В арку делаем 3 столбика с накидом. 1 воздушную петлю и еще 3 столбика. Соединяем с началом ряда. 3 воздушные петли. Поворачиваем вязание. И дальше делаем изнаночный рельефный столбик. Накид и в арку. 3 столбика с накидом. 1 петельку и 3 столбика. Как в прошлом ряду. Рельефный изнаночный столбик. И 2 столбика с одним накидом. Столбик пропускаем. И рельефный изнаночный столбик. Дальше в эту арку делаем. 3 столбика, 1 петельку и 3 столбика. Соединяем с первой петлей. 3 воздушные петли. Поворачиваем вязание. И делаем лицевой рельефный столбик. Накид и в арку вяжем 4 столбика с одним накидом. 1 петелька. И еще 4 столбика. 1 петельку. Лицевой рельефный столбик. 1 столбик с накидом. Этот столбик мы пропускаем. И дальше вяжем лицевой рельефный столбик. Вот как у нас получается. Соединяю с первой петлей. 3 воздушные петельки. Поворачиваем. Рельефный изнаночный столбик. В эту арку вяжем как в прошлом ряду. 4 столбика с накидом. 2 воздушные петли. И 4 столбика. 4 столбика. 6 столбика. 4 столбика. Рельефный изнаночный столбик. Пропускаем этот столбик и дальше вяжем еще один рельефный изнаночный столбик. И в эту арку делаем 4 столбика в одну петельку и 4 столбика. Заканчиваем ряд. Соединяемся не с этими петлями, а со столбиком. Вводим крючок в петельку столбика и делаем соединительную петлю. 3 воздушные петли на подъем. Поворачиваем вязание. Делаем столбик с накидом между вот этим веером и рельефным столбиком. Пропускаем первый столбик из веера. Во второй и в третий делаем по одному столбику с накидом. В эту арку провязываем столбик с накидом, одну воздушную петельку и столбик. Дальше этот столбик первый мы пропускаем. Во второй и в третий вяжем по одному столбику с накидом. Дальше у нас здесь 3 ячейки есть. В каждую из них вяжем по одному столбику с накидом. Вот первая, дальше вторая и третья. Накид. Из веера пропускаем первый столбик, а во второй и третий вяжем по одному столбику с накидом. В эту арку провязываем столбик с накидом, одну воздушную петельку и столбик. Таким образом, провязывая этот ряд, мы повторяем наш второй ряд. Следующий ряд вяжем как третий ряд. И так далее. Вот здесь вы видите столбик, петлю и столбик. И до следующего такого же элемента, вот столбик, петелька и столбик, между ними должно быть 7 столбиков с накидом, для того, чтобы получился точно такой же узор, как и здесь. Пропускаем вот эту петельку и в следующие два столбика провязываем по одному столбику с накидом. И у нас здесь остается один столбик. Дальше делаем столбик в первую арку, во вторую арку и в третью. И так провязываем до конца ряда. Дальше вяжем вот эти вот ряды. Я связала 29 рядов. Дальше наше вязание должно расширяться на грудь. Я не буду делать прибавки, я просто беру крючок номер 5. И вяжу тот же узор, только этим крючком. Всего я провязала 42 ряда. Это 5 раппортов вверх. И остановилась на вот этом ряду. Вернемся к нашей схеме. Дальше представим, что этой части схемы у нас нет. И мы вяжем только вот так вот. Если это начало ряда, здесь мы делаем петли на подъем. 3 петли. Если это конец ряда, делаем столбик с одним накидом. На спинку я выделяю 4 раппорта, а на грудь 5. Сейчас я остановилась вот здесь, вот там, где галочка и 7 столбиков. Делаем одну петельку. Поворачиваем вязание. И соединительными петлями переходим вот сюда, там, где арка. И дальше я вам объясню, как я буду распределять рапорты. Первый, второй, третий, четвертый. Эти рапорты у меня пойдут на спинку. Дальше это пройма. 1, 2, 3, 4, 5. Эти 5 рапортов пойдут наперед. И этот рапорт у меня пройма. Вот, я покажу вам еще раз схему. Сейчас мы находимся вот здесь, на третьем ряду. Там, где мы видим воздушную петельку, если это на подъем, делаем 3 петли и столбик с накидом в арку. Продолжаем вязать по схеме. Если это конец ряда, допустим, вы заканчиваете вот здесь. Делайте столбик с накидом в арку и столбик с накидом еще один место воздушной петли. Сейчас я вам все это покажу. Делаем 3 воздушные петли. Там, где у нас по схеме была воздушная петелька. Столбик с накидом в эту же арку. Дальше у нас идет рельефный изнаночный столбик. И по схеме провязываем 6 столбиков с 1 накидом. Здесь у нас остается 1 столбик. Его мы не трогаем. Дальше вот у нас галочка. В нее провязываем первый столбик. Изнаночный рельефный столбик. И в арку делаем столбик с накидом, 1 петельку и столбик. То есть рисунок наш не меняется. Меняется только начало и конец ряда. Мы почти довязали первый рапорт. Здесь заканчивается первый, второй, третий и четвертый. Вот столько мы должны связать до спинки. Вот здесь вот начало вязания я связала ровно 4 рапорта. Первый, второй, третий и четвертый. Останавливаясь на серединке. Вот где я остановилась. Провязала рельефный изнаночный столбик. Один столбик с накидом. Смотрим, как это выглядит на схеме. Мы на третьем ряду сделали рельефный столбик и еще один столбик с накидом. Дальше видим воздушную петельку. Вместо нее делаем столбик с накидом в эту же арку. Затем 3 воздушные петли. И в основании, там где делали 3 петли, 2 столбика с одним накидом. И провязываем ряд в ту сторону. Три воздушные петли. Поворачиваю вязание. И вот сюда, в самую первую петельку, делаем еще 2 столбика с одним накидом. Рельефный лицевой столбик. И продолжаем вязать по нашему рисунку. 5 столбиков с одним накидом. В конце ряда сделали рельефный лицевой столбик. Дальше у нас остаются 2 столбика. Петли на подъем и столбик. Делаем 2 столбика с накидом между петлями на подъемом и столбиком. И 1 столбик с накидом провязываем в одну из петель. В верхнюю петельку. Мы закончили второй ряд нашей спинки. 3 петли на подъем. Поворачиваем вязание. Дальше делаем 2 столбика с накидом в первую петельку этого ряда. И рельефный изнаночный столбик. 4 столбика с одним накидом. Я связала вверх 1 раппорт и 1, 2, 3, 4, 5 и 5 рядов. Дальше я буду делать выемку для горловины. И столбиков без накида. Здесь у меня по бокам по 2 вершины. И 1 вершина по центру. И вот эти петли, которые вот здесь, вершина и вот здесь, я буду вязать столбиками без накида. Все остальное я провязываю точно так же. 3 воздушные петли. 3 воздушные петли. Поворачиваем. И 3 столбика с одним накидом. Изнаночный рельефный столбик. Дальше делаю столбики с накидом. 2 столбика. Этот пустой мы пропускаем. И рельефный изнаночный столбик. Сюда в арку 3 столбика с накидом. 1 петельку и 3 столбика. Дальше рельефный изнаночный столбик. И остальные петли до этого рельефного столбика я буду вязать столбиками без накида. Каждую петельку по одному столбику. Этот столбик, который по узору, я его пропускаю. Дальше изнаночный рельефный столбик. И продолжаем вязать по схеме до конца ряда. В следующий раз 3 воздушные петли. Поворачиваю вязание. И дальше по схеме я делаю 4 столбика с накидом. Лицевой рельефный столбик. 1 столбик с накидом. Снова лицевой рельефный столбик. Дальше в эту арку провязываем 4 столбика с 1 накидом. И мы должны расширять наши столбики без накида. Поэтому сейчас мы вяжем не 4 столбика в арку, а столбики без накида. Соответственно, здесь. Столбики вяжем вот до этого места. Я сделала последний столбик без накида. Дальше 1 воздушная петля. 4 столбика с 1 накидом. Делаем в арку. Рельефный лицевой столбик. 1 столбик с накидом. И следующий пропускаю. Дальше лицевой рельефный столбик. И 5 столбиков с 1 накидом. 3 петли на подъем. Повернула вязание. И этот ряд я вяжу точно так же, как и предыдущий. И на этом у меня заканчивается спинка. И я обрываю нить. Дальше я отсюда отсчитываю один рапорт. И с другой стороны точно так же отсчитываю один рапорт. И вот это все. И отсюда до сюда вяжем точно так же, как и на спинке. Так же самое закрываем схему пополам и вяжем. Я буду вязать этим же крючком номер 5. Я делаю первую петельку. Затягиваю ее. И ввожу и начинаю вязать с центра нашей вершины. Закрепляю нить. И вяжем точно так же, как и на спинке. Три воздушные петельки. Вместо воздушной петли. Столбик с накидом. И рельефный лицевой столбик. Спереди на груди я связала вверх один рапорт и один ряд. Сейчас вяжу второй ряд. В котором вяжем лицевые столбики с накидом. В этом ряду будем делать небольшой вырез для горловины. Здесь всего у нас, у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 вышек. К краям у нас половинки. Отсчитываем первую, вторую, третью. Между третьей и четвертой. Там, где мы вяжем столбики с накидом. В этом ряду я провязываю столбики без накида. Сделали рельефный лицевой столбик. Второй на этой вершине. И дальше у нас идут столбики с накидом. Их мы провязываем вместо столбиков с накидом, столбиками без накида. До места, где мы должны делать рельефный лицевой столбик. 6 столбиков сделала, дальше этот столбик пропускаем, и рельефный лицевой столбик. И дальше провязываем ряд до конца по схеме. Итак, я начала вязать следующий ряд, остановилась вот здесь. С этого момента я буду идти просто вверх. Так же самое, как вот здесь, мы обрезали половину нашего узора и вяжем вверх. И вот здесь первая вершина, мы ее провязываем, и вторая. На второй вершине мы вяжем просто вверх. И потом, когда довяжем определенную длину, мы обрезаем нить. Так же самое вплетаем ее вот сюда вот, и отсюда вяжем вверх плечики. Я связала 5 рядов отдельно от всего ряда. Пятый ряд у меня получился, я тут вязала рельефный столбик, 1 столбик с накидом и рельефный столбик. По бокам здесь по 4 столбика, и плюс столбик на подъем, а здесь 3 петельки на подъем. Дальше будет такой мини ряд для того, чтобы загладить нашу поверхность, чтобы не было вот этой вот арки. Делаем одну воздушную петлю, поворачиваем, столбик без накида в следующую петельку. Дальше делаем еще один столбик, дальше полустолбик, не довязываем столбик до конца и протягиваем нить через 3 петли на крючке. Столбик с накидом, второй столбик, третий делаем не до конца. Дальше накид и вводим крючок в следующую петельку. Вытягиваем нить, у нас 2 недовязанных столбика. Их мы провязываем одним накидом. Столбик с накидом, затем полустолбик и столбики без накида. И эта сторона у меня готова. Вот как получилось. Это для того, чтобы нам было в конце удобнее соединять эту сторону к спинке. И желательно на спинке сделать то же самое. Здесь я ставила немного нитки на всякий случай. И здесь провязываем точно такой же ряд. И ввожу крючок на противоположной стороне, вот здесь вот, в нашей арке. И провязываю так же, как и эту сторону. Вот я показываю, как у меня получилась спинка. Здесь по бокам у меня рапорты ровные. И вот у меня перед. Вот так вот получилось. На этом я заканчиваю первую часть. Не забывайте ставить лайки под видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok